Огромное желание помочь. Так эти молодые люди объясняют причину, которая побудила организовать акцию поддержки строительства школы имени Ивана Ткаченко. В Брагино у мемориала погибшего хоккеиста они встречаются с отцом спортсмена Леонидом Владимировичем и подробно рассказывают о готовящемся мероприятии. Будем дарить шарики и браслеты и непосредственно информировать горожан с какими проблемами еще раз столкнулся Леонид Владимирович при открытии хоккейной школы. Идея появилась, когда Иван Ткаченко был жив. После страшной трагедии под Туношной отец и брат погибшего хоккеиста решили, школу построят обязательно. Проект появился почти 4 года назад. Семье Ткаченко он обошелся в 2,5 миллиона рублей. Сейчас у здания еще нет и фундамента, а трата уже огромная. Пришла бумага из Москвы, из какой-то экологической лаборатории, которая якобы придет, замерит, можно ли там строить детскую спортивную школу. И за это мы должны им заплатить 17 тысяч. Под школу имени Ивана Ткаченко местные власти выделили вот этот гектар земли. Именно на этом участке между улицами Панино и Труфаново наставил отец погибшего хоккеиста, чтобы маленькие дети, а в Брагино их живет немало, могли свободно заниматься хоккеем. Предварительно эту территорию уже расчищали под строительство. Однако пока идут долгие согласования, она вновь зарастает травой и кустарниками. Помимо льда в спорткомплексе, для юных спортсменов предусмотрены тренажерные и фитнес-залы. По подсчетам строительства школ обойдется более чем в 140 миллионов рублей. Из-за падения рубля смета возросла в несколько раз. Идея хоккейной школы вроде бы встречает поддержку, в том числе и у частного бизнеса. Однако реальная помощь, говорит отец хоккеиста, приходит лишь от простых людей. Тут мне просто даже вот я иду, мне подходит, вот вам на школу тысячу дают или там 500 рублей. Да, я отдаю жене, жена их складывает в стопку, потом мы несем в банк. Очень много простых людей перечислили, перечисляли деньги по 500 рублей, по 1000 и прочее. Где-то 300 тысяч насобирали. О трудностях при строительстве школы имени Ивана Ткаченко молодые люди узнали из интернета. Сами собрали деньги, на которые закупили тысячу браслетов и две тысячи воздушных шаров. На них с хэштегом написана фамилия погибшего хоккеиста и его клубный номер. Волонтеры, а их уже откидывалось немало, будут помогать в сборе средств. В субботу, 28 мая, они в первый раз выйдут к фонтану Демидовского сквера. Все средства пойдут на создание долгожданной школы хоккея. Георгий Коксин, Георгий Иванов. День событий. Редактор субтитров М.Настер Корректор А.Егорова Корректор А.Кул